Всем привет! В эфире RSS Lent of One и с вами я, Дима Корде. Михайловский театр отметил юбилей. Бой Джордж поменял имидж и выпустил альбом. Крису Брауну грозит тюремное заключение. Операционная система Firefox и концерт Brainstorm в Москве. Санкт-Петербургский Михайловский театр шумно отметил 180-летний юбилей. Праздничные мероприятия начались с торжественной ловертюры 1812 года Петра Ильича Чаковского. А завершило все выступлением Сергея Шнурова и группы Ленинград. Балерины и оперные дивы лихо отплясывали под песни Шнура и заказывали любимые хиты. Все в соответствии с прозвучавшими на официальной части мероприятия словами министра культуры Мединского о смелых творческих экспериментах, которые возможны в театре с вековыми традициями. Американскому рэперу Крису Брауну предъявлено обвинение в нападении на человека. В полпятого утра в искресенье на темной Вашингтонской улице музыкант сломал нос мужчине, имя которого не сообщается. Вместе с Крисом Брауном был арестован его охранник. В 2012 году Крис Браун выиграл премию Гремми за альбом Fame. В нынешнем году его альбом Fortune номинирован на премию в категории «Лучший городской современный альбом». Не исключено, что получить приз у певца не получится. В 2009 году Браун был осужден на 5 лет условно за избиение своей подруги Рианы. И срок его условного заключения еще не закончился. Бой Джордж похудел, отрастил бороду, сменил тембр голоса и записал первый за 18 лет полноценный альбом. Перед официальным релизом Бой Джордж выложил альбом полностью на YouTube для прослушивания. Но по каким-то причинам тут же закрыл к нему доступ. Видимо, просто передумал. Компания LG выпустила свой первый телефон на операционной системе Firefox OS. Это бюджетный смартфон, предназначенный для продаж в Бразилии. Интерфейс новой операционки не особо сильно отличается от Android, и специалисты считают, что Firefox Android не конкурент. А мы уже не удивимся, если появятся телефоны на операционных системах Safari, Explorer, Opera или Tor. Напомню, в конце прошлой недели состоялся концерт группы Brainstorm в московском Stadium Life. Сейчас группа отмечает 10 лет на российской сцене и выпустила по этому поводу первый русско-английский The Best Of. Как и обещал, показываю репортаж концерта. Смотрим. Это Стадиум Life. Через несколько минут начнется концерт группы Brainstorm. А мы програли трюмерку, чтобы пообщаться с ребятами на музыкальной и не только темах. Привет. 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 Во-первых, хочу поздравить вас с таким юбилеем. 10 лет на российской сцене – это не шутка, это серьезно. Спасибо. Мне интересно узнать ваше мнение, как у музыкантов, о современной музыке. Вы вообще следите за какими-то новыми стилями, тенденциями? Потому что сейчас каждый день какие-то новые звуки, какие-то новые направления появляются. Ну, конечно. Мне же слушают радио, YouTube также. Ну, музыкальные каналы, которые остались. По два. По два. И правильно делают. Мы плохого не покажем. А тем временем поклонники все прибывают. Полный зал – лучшее доказательство любви фанатов к своим кумирам. Концерт можно назвать так же, как и альбом – The Best Of. Брейнсторм исполняют все свои лучшие песни, разделив сцену с ожидаемыми гостями в лице Шуры и Лёвы Би-2 и Влади из касты. Поклонники у Брейнсторм крайне преданные и часто дарят группе подарки. Недавно мы были на Red Rocks и самовар. Вот это что-то. И балалайку. Вот, наверное. Да, мне кажется, это экзотика. Это да? Да. Угу. А то, что парики тебе дарят, это ты и забыл, да? Это я забыл, да. Это я забыл. Себе и не трусы. Кто может сделать ваш день там лучше, да, какие-то секреты хорошего настроения? Что-то оп, и прям все отлично. Конечно же, это праздничные шари и штаны. И штаны, и штаны. Да. Это да. Вот такие веселые ребята в Брейнсторм. А чего бы не повеселиться, если такой повод. Десять лет успешных концертов в России. Уверен, много еще впереди. На этом пока все. Следи за нашим эфиром, и ты узнаешь еще больше интересного. Это Дима Икорде и РСС Лента О2. Новости о том, что тебе интересно. Потому что О2 – это про тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова